До сих пор нет четких гарантий от Израиля Соединенным Штатам о том, что ответный удар со стороны еврейского государства не будет нанесен по нефтяной инфраструктуре Ирана. В условиях растущей напряженности, каждая сторона, заинтересованная в своей безопасности и сохранении цен на нефть, предпринимает превентивные меры для уменьшения негативных последствий. К примеру, страны Персидского залива, включая Саудовскую Аравию, Объединенно-Арабские Эмираты и Катар призывают США предотвратить потенциальные нападения Израиля на нефтяные объекты Ирана. Они опасаются, что их собственные энергообъекты могут оказаться под угрозой в случае эскалации конфликта. По данным Reuters, эти страны запретили Израилю использовать свое воздушное пространство об этом США. Тегеран, в свою очередь, предупредил Эль-Риад о невозможности гарантировать безопасность нефтяных объектов Саудовской Аравии, если она поддержит Израиль. Как подчеркивают источники, государства Персидского залива находятся в контакте с американскими коллегами и активно обсуждают возможные последствия атак Израиля. Эксперты также отмечают, что если цены на нефть вырастут до 120 долларов за баррель, это негативно скажется на американской экономике, что, в свою очередь, снизит шансы Камала Харрис на победу на выборах. В связи с этим США, скорее всего, постараются избежать расширения конфликта. Параллельно с этим Великобритания пытается сделать невозможным для России заработать большие деньги на резком росте цен на нефть. Начато расследование в отношении 37 компаний, подозреваемых в нарушении антироссийских санкций. Эти ограничения запрещают британским компаниям участвовать в транспортировке российской нефти, проданной выше 60 долларов за баррель. Расследование началось в декабре 2022 года и продолжает оставаться актуальным. Недавно Великобритания расширила свои санкции, добавив в черный список 10 российских судов, которые занимаются транспортировкой российской нефти в третьи страны. Эти танкеры лишаются доступа в порты Великобритании, а их регистрация может быть отменена. Таким образом, на Ближнем Востоке продолжают нарастать геополитические напряженности, и страны как Персидского залива, так и Великобритания стараются защитить свои интересы в условиях изменчивой мировой политики. Рауф Насиров специально для CBC.